В этот раз наш туристы решили не экономить. Гена в единственной в Мариной Горке гостинице выбрал самый дорогой номер за 39,5 рублей. Для сравнения, самый дешевый номер стоит чуть больше 14 рублей. Так дешево, что аж боязно, поэтому лучше доплатить. Олег тоже выбрал люкс, потому что в Жабинке нет никакой гостиницы. Единственный вариант – жить за городом в парк-отеле, где стоимость номера люкс – 140 рублей за ночь. Но, кажется, это была лучшая ночь в жизни Олега. Переходим к развлечениям. Некоторые жители Мариной Горки обращали внимание, что рядышком есть экотехнопарк. Экотехнопарк. Совсем рядом, очень близко, на территории города практически, находится экотехнопарк. Который находится возле деревни Новоселки. Называется Skyway. Мне стало интересно, что это такое, и я, собственно, отправился туда в поисках развлечений. А теперь мы ненадолго перенесемся в будущее. В Мариной Горке есть экотехнопарк. Здесь занимаются разработкой и испытанием струнного транспорта. Что это, я не знаю, но надеюсь на нем покататься. Если сравнивать, то это отдаленно похоже на фуникулер. Только сама кабина имеет прям такой вот футуристический дизайн, что прям вау-вау. На территории комплекса находится несколько трасс. Вот это называется полужесткая. А мы будем кататься вон на той. Она называется суперлегкая. Вот прям не терпится. Как развлечься в жабинке? Сейчас на этот дом усиленно сидит. Прогуляться по улицам жабинки. Кроме ресторана мы никуда не ходим, правда. А развлекался я там же, где и жил. Т.И.Р. Тир. Ну что? Ого! Движущийся тир я только в кино видел, наверное. Я никогда не стрелял по движущейся мишени. Ну что? 5 рублей, 20 пулек. Пробуем. Пробуем. Есть! Я птичку сбил. Ну что, карета подана. И двери отшиняются. Так, она шатается немного. Я надеюсь, что это в пределах. Сел сразу. Расслабляющая музыка. Все шикарно. Ну что, трогаем? Ну вот я и поехал на транспорте будущего. Тут, кстати, показывается скорость. Можно следить. Вот она, мы разгоняемся, разгоняемся, разгоняемся. Ой-ой-ой. Так, ну пока вроде не трясет. Вроде все нормально, плавно. Как же будет здорово нашим потомкам, которые утром или в час пик вместо душного и тесного метро будут садиться в эти вот роскошные юникары и наслаждаться прекрасным видом, заряжаться положительными эмоциями перед работой и так далее. Вот сейчас мы идем со скоростью 40 километров в час. Но вот именно эти юникары, как мне сказали, могут развивать скорость до 150 километров в час. То есть достаточно, достаточно такие резы. Чего смотришь? За проезд передавай. Там можно поуправлять машинкой такой на радиоуправлении. Давай пройдем этот раз. Ой. Так, мы сделаем вид, что этого не было. С драгрейсингом у меня не получилось, поэтому я решил попробовать на более ровной поверхности это сделать и поуправлять машинкой здесь. Ну что, пробуем? У-у-у-у-у-у! король дороги. Ее, конечно, множество раз заносило, переворачивало, но я испытал такой детский восторг и удовольствие. Но это не все развлечения, которые здесь есть. А еще здесь можно почувствовать себя великаном, так как здесь есть парк миниатюр. Почувствуй себя Годзиллой просто. Привет, рассказывайте, как съездили. Начал с достопримечательностей, ну тут немножко подкачала Марина Горка. А как же твои развлечения, Skyway, да, правильно называется? Но в чем смысл? Они сегодня еще не работают как 100% туристический объект, да? Ну, то есть в силу специфика... Но приехать туда можно и покататься тоже можно. Приехать можно по коллективной заявке, то есть и там есть разные, там на разной высоте, с разной скоростью. Ну, короче, такая кабинка футуристическая, вот прям как в фильме «Назад будущее». А еще кабинка была в гости из будущего. Не уйти? Вы тут нашли какую-то тему для беседы. Про будущее. Мы просто все знаем про будущее. Давайте вернемся к настоящей. Что в Жабинке было из новых технологий? Из новых технологий я посмотрел на прошлое, настоящее и, возможно, будущее мелиоративных работ. То есть там есть музей под открытым небом мелиоративной техники. То есть там машины, приспособления разные. Прикольно. Вот ребенок внутри меня порадовался, ему понравилось. Если я спрошу, с чем для вас ассоциируются эти города и чем они пахнут? Не знаю, мне кажется, что для Олега Жабинка пахнет мазутом. Да, там обрабатывают же эти автомобили, чтобы они не сгнили, как я понимаю. Вот я в этом то ли масле, то ли в мазуте был, чувствовался запах. Гена, а у тебя? Меха.